Среди курсантов МГУ имени Невельского, которые собрались отдать дань памяти Анне Щетининой, можно заметить и девушек. Среди них рыжеволосая Елизавета. Признается, с детства тянула в море, поэтому решила посвятить ему всю свою жизнь. А история леди-капитана вдохновляет во многих делах. Были такие моменты, когда у тебя уже все валится из рук, даже сессия, ты думаешь, что если она смогла, то ты ничем не хуже, ты тоже все это сможешь. Ты сможешь пережить и сможешь все это вытянуть. Чтить память таких людей – это очень важно, потому что это великие люди. Ты должен ими гордиться, ты должен брать их в пример. Я уже говорила, что это помогает тебе в какой-то степени. Ты смотришь и думаешь, что если человек так смог, значит и ты сможешь. Возложить цветы к памятнику и отдать дань уважения именитой дальневосточнице собрались преподаватели и ветераны, которые делились своими воспоминаниями о легендарной женщине. По их рассказам можно понять, капитан Щетинина для Владивостока как гагарин для СССР. Ее называли капитан Анна, лэри каптин Анна, Анна Ивановна за глаза Аннушка. И сразу было понятно, о ком речь. Первая в мире женщина, ставшая капитаном дальнего плавания, герой социалистического труда, почетный гражданин Владивостока. Она является ярким примером беззаветного, может быть это пафосно будет сказано, но это действительно так, беззаветного служения именно родине, отчизне, морю. И на ее примере воспитывается молодое поколение. Это тоже не пустые слова, мы здесь вот видим в рядах курсантов девушек. То есть они следуют ее примеру. И в настоящий момент в городе Владивостоке есть два действующих капитана, женщины. Волевой, обаятельной и решительной леди-капитаном восхищались во всем мире. Ее биография удивительно богата на яркие события. Ее оптимизм, трудолюбие, выдающиеся способности всегда вселяли веру в экипаж, независимо от того, в каких бы трудных условиях они ни находились. Анна Щетинина стала одним из символов 20 века, олицетворением новой советской женщины. И спустя десятилетия ее пример продолжает вдохновлять молодых россиянок. Дмитрий Беломеснов, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.